Далее, о том, что вы сейчас слышите речь, я дам тебе слово. Пожалуйста, Антон. Такие у всех грандиозные вопросы, у меня попроще. Я депутат от Советского района, летом будет переход всего канализационного хозяйства от ГУПУЭФ в Горводоканал, как я понимаю. Вот у меня в связи с этим вопрос. Как оценивать состояние сетей? Передают ли нам технику вместе с сетями? Будет ли у нас база в Советском районе, или будут на аварийные приезжать работы только? Что будет с людьми, которые сейчас в ГУПУЭФ работают? Ну, вообще, по минимуму, минимальное, расскажите нам, что мы можем передать жителям, потому что есть обеспокоенные снега. Спасибо. Мы начали реализовать имущество, помню, для того, чтобы мы в ГУПУЭФ. Первое, конечно, серьезное объяснение вызывает состояние санитетического коллектора. Диаметр 1500 миллиметров. От камеры крышения напорных ее двери только на 17-м в Икеине. Сложнейший инженерный объект, давно он констатирован с 2002-го года, сопровождая техническое состояние этого объекта, знаменитую сложность, более того, более проектное решение по его дублированию с республирующих объекта. Потому что санация, которую мы видели на наших фильмах, она там невозможна, в силу большого объема сроков республируется по этому вопросу. Мы там серьезные технические состояния и уходов с коллекторами. И мы обсуждаем это и с Олегом Петровичем, потому что формировали первоочередную потребность в поиске технических решений и следствий того, чтобы коллектор не допустить. Говорить в целом о инженерном комплексе и коллективе, буквально стараться, ну, можно, конечно, фантазировать, но у нас еще вопросы не смеем. По крайней мере, у меня, как и это предприятие, что мы первые с людьми. Ну, в конкретном случае мы не первые были, в случае не может быть меньше урона, который просто открыл производственную потребность индустрия, как таково. Мы привлекли и все, мы включили свои работы в дабературу, в Краснообске, вы знаете, мы в Краснообске присутствовали, в Кольцовом присутствовали, просто зашли туда, за что поплатили. Участники, кто-то хочет работать, на нашу производство оставили, закрепили за ними функции, выполняли. Сегодня у нас стоит задача не менее глобальная, в связи с тем, что ЗГТ не дается свой питьевой центр. Уже в Калининском, наверное, то же самое и в области есть коллективом питьевого центра ЗГТ. Потом, как бы, страхов тут не должно быть, потому что и в людей, работающих в системе буквально старт. Другое дело, это зависит от компоновки. Мы не знаем уровень зарплат, мы не знаем условий, которые там находятся в работе. Это у нас встреча, это будет все обсуждаться и реформироваться в условиях, в облигах для нашего предприятия. Работе предполагаемого. Здравствуйте, адресую к Юрию Николаевичу. На данный момент у нас пять точек официальных слива. В связи с этим нам приходится закладывать от полутора до двух с половиной часов на один рейс. Соответственно, формируется высокая цена на услугу, которую не каждый житель частного центра может себе позволить. Что может привести, в принципе, к перекачиванию, может быть, сточных и жителей бытовых отходов к прилегающим территориям или канавам. В принципе, такое уже наблюдается в некоторых районах города. В связи с этим, как бы, от всех перевозчиков и жителей частного сектора, хочется обратиться к вам за помощью в организации дополнительных точек слива. Спасибо. Какой бы инфекция? В инфекции точек слива? Да. Хочется обратиться за помощью в организации официальных точек слива дополнительных. Пожалуйста. Ну, я бы предложил посмотреть на этот вопрос более серьезно. Мы сегодня с вами хотели внимание, что приводится вверх, условно говоря, крупные точки, откуда происходит определенность запаха. Мы его назвали Саратовский камень, да? Представляете, вот, когда у нас происходит откачка, скажем, ну, реально, во дворах, там слоуни в разы больше, чем там, где мы не организовали. В разы больше. Потому что геологичная масса настолько сконцентрирована. И почему-то мы там закрываем глаза, считаем, чтобы это опустимовалось. И дальше вверх, перекладываем вот этот вопрос. И вот, обратную сторону, заходите. Дайте, мы вам будем сливать. Понимаете? Для того, чтобы сливать вот такую самую консистенцию жидкость, в любой какой точке, создавая, опять же, нарушая эту самую санитарную среду. Поэтому можно сливать усиленно, можно вот, откровенно говоря, но это очевидно не решает вопрос, стоя базовой задачей экологичной. Второе. Понимаете, вот, той консистенции стоки, которую вы берете в выгребных ямах, можно опорожнять или сливать только в калитре большого ямя, в котором есть большой пропуск, стоящий жидкость, который вы захватили, разбавил и, не создавая засоров, унес дальше что-то, или когда был заглядно собранный. В противном случае мы будем в одном месте откачивать, а в другом у нас будет на поверхности все через определенный промежуток времени всплывать. Я здесь вижу одно. Наверное, надо понимать, что этот вопрос серьезный касается значительного качества. Количество граждан, жителей на школе могут, наверное, взять какую-то с усилий, поддержку, они увеличивают количество точек. Мы имели, подождите минуты, сэр, мы имели по просьбам граждан нескольких ситуаций, когда просто точку урань, а не нам воняет, то нам вернительно, нам дорого возить. Вы попробуйте тут считать, что разрезавши на трейси сложно. Я думаю, дотация была бы разумная, внятная тема. Я думаю, как раз и добавлю, что вот эта просьба, прозвучавшую добавить, ни в коем случае не воспринималась как просьба отшить всего нашего города. Наоборот, мы долго и упорно боролись, чтобы этих точек стало меньше, но мы как вспомним ту же Золотую Ниву, где наконец-то можно теперь нормально выходить на улицу и гулять, где нет вот этого запаха. Фактически в центре города вот эта точка, которая вам, наверное, удобна, она доставляла колоссальное количество неудобств у местных жителей, поэтому ни в коем случае не увеличивать эти точки. У меня просьба как от депутата Затсовского, я считаю, что с перевозчиками надо по-другому немного общаться, он как-то не только в Куле, но и в Курске сливы постоянно происходит. И вот, ну, это тема для отдельного разговора. Мне кажется, здесь в этом плане мы скоро логинам, он союзник в части взаимоотношений с перевозчиками. Спасибо. Вопрос, мы возочередательное, что мы обсуждаем, потому что на проект с ним очень-очень серьезно придем. Здорово, что у нас появился Алексей Александрович, с ним могут взаимодействовать с 50-х перевозчиков. Вы их представляете, как это правильно я понимаю, и в общем, нам пришли обратиться с такими, да? Просто у вас, правда, тоже много вопросов, на самом деле. И люди-то не их где и когда, и поэтому потом люди-то нам пишут, тоже жалуются, что сливают, и непонятно куда и как. То есть здесь надо балансы нам соответственно найти. Ну, будем здесь и там сейчас взаимодействовать, заниматься. Оставим вам ваши вопросы, заканчивайте.